На пресс-конференции с участием представителей Волгоградского областного пенсионного фонда были озвучены предприятия-должники страховых пенсионных взносов. Только три крупных завода, расположенных на территории областного центра, не перечислили волгоградским пенсионерам порядка двух миллиардов рублей. За девять месяцев текущего года в пенсионный фонд поступило 27 миллиардов страховых взносов. Но, как уже было сказано, не все у нас плательщики являются добросовестными. И на 1 октября у нас задолженность таких недобросовестных плательщиков составляет 3 миллиарда 418 миллионов рублей. В том числе плательщики банкроты составляют 73%, это где-то 2,5 миллиарда рублей, это вот плательщики банкроты. 762 миллиона – это те плательщики, которые, мы считаем, ведут финансово-хозяйственную деятельность и могли бы уплачивать страховые взносы, но также являются недобросовестными. Ну, хотелось бы отметить, вот из плательщиков банкротов крупнейшие, вы, наверное, о них знаете, мы всегда о них говорим, это завод «Белоргический Красный Октябрь», завод «Химпром», «ЖБ-1» – это вот три плательщика банкрота, которые составляют основную часть вот этой вот банкротной задолженности. Ну, а из действующих крупных, также могу вам назвать, это вот у нас завод «Боровой техники», который около 200 миллионов рублей имеет задолженности. Трест «Дормустрой», тоже такой плательщик проблемный, не уплачивать страховые взносы в пенсионный фонд. Вот, и также по состоянию на 1 октября оказался у нас неплательщиком, это Волгоградский тактный завод. «Красный Октябрь» должна больше миллиарда, 1 миллиард 43 миллиона. 1 миллиард 43 миллиона, да. «Химпром» нам должен 629 миллионов, «ЖБ-129 миллионов», «Ну, ВСБТ-182 миллиона». Конечно, работа по взиманию долгов в пенсионный фонд ведется совместно с правоохранительными органами, и это заметно, потому что задолженности такого рода снизились до 400 миллионов рублей. Но сумма, которую недоплатили пенсионерам, работавшим на предприятиях Волгограда, по-прежнему огромна. Так что работы остается еще очень и очень много. Продолжение следует...